После того, как вы смыли шампунь, второй этап это кондиционер. На данный момент моим любимчиком также является Макадамия Профэшнл. Это кондиционер. Он в таком же объеме, как и шампунь. Это 1 литр. Но он уже из другой линейки, потому что в линейке белой, которая является Weightless Mouch, то есть легкое, неутяжеляющее увлажнение, мне кондиционер показался слабоват. Как я уже говорила, я предпочитаю легкие, неутяжеляющие шампуни, но кондиционеры, я считаю, должны быть максимально питательные и максимально сильные. Поэтому я выбрала для себя кондиционер Nourishing Moisture, то есть питательное увлажнение. Этот кондиционер значительно более концентрированный. Честно говоря, он мне правда-правда нравится. Он очень густой по своей консистенции. И если у меня нет времени, я его наношу на 5-7 минут. Если у меня есть время, я делаю какие-то параллельно процедуры для лица или тела, я стараюсь оставить его на волосах 10-15 минут, и тогда он работает как полноценная маска. Также в некий Macadamia Professional у меня есть вот такая вот масочка. Это малышка. Она в небольшом объеме, она в объеме 60 мл. Это дорожный вариант. У меня она есть и в более крупных объемах для домашнего использования. А вот этого вот малыша я периодически беру с собой в поездки для того, чтобы даже там полноценно иметь возможность ухаживать за своими волосами. Это маска из линейки Nourishing Moisture Mask. То есть это маска из той же линейки, что и мой замечательный кондиционер. Только она еще более густая, еще более плотная, еще более насыщенная различными полезными элементами, восстанавливающими для моих волос. Еще одна моя маленькая хитрость – это вот такая вот позиция от L'Oreal Professional. Называется она Chroma Care в цвете 2. И есть объем здесь 150 мл. Это специальное лечение тонирующее. После того, как вы помыли ваши волосы, отжали их, вы наносите вместо кондиционера вот этот вот состав на ваши волосы. И он будет поддерживать тот цвет волос, который у вас есть и который вам нравится. В данном случае, в моем случае, это номер 2, это ирис. Он помогает мне поддерживать тот холодный блонд, который у меня сейчас есть, который мне очень нравится и не давать ему становиться более теплым и переходить в более теплые, соответственно, оттенки. По подобным составам, признаюсь честно, я пользуюсь нечасто. Он мне очень нравится, лежит у меня на полочке. И я точно знаю, что если вдруг у меня нет возможности пойти к мастеру и освежить свой цвет волос здесь и сейчас, я всегда могу его нанести. И он поможет мне вернуть то красивое холодное жемчужное мерцание моим волосам, которое мне так нравится. Еще один маленький секрет, который у меня есть – это вот такая вот маска Amino Keratin от Selective Professional. Эта маска в объеме 300 мл. Она, соответственно, с аминокислотами и кератином. И я периодически, когда мне хочется чего-то новенького, наношу ее на свои волосы. Она очень-очень неплохо работает, несмотря на вполне и вполне доступную цену. И у нее очень необычный запах. Честно говоря, мой молодой человек иногда говорит, что после того, как я использовала эту маску, мои волосы пахнут сыроежками. Также у меня есть еще один достаточно долгое время уже любимый спаситель моих волос. Это вот такая вот маска от DSD Deluxe. Это Dixie Dogs Deluxe Keratin Treatment Mask в объеме 500 мл. Она еще есть в объеме 200 или, по-моему, 250 мл. В данном случае это большой профессиональный объем. Я, как правило, если есть возможность взять больше объем, беру объем больше, потому что при моей длине и при моей густоте волос расход продукта происходит достаточно быстро. Так вот, этой маске вам надо совсем небольшое количество. Вы ее распределяете по длине волос, оставляете на 5-10 минут. Я стараюсь ее оставить на 15-20 минут. То есть я, как правило, стараюсь увеличивать время воздействия всех средств на мои волосы. Ее надо, как я уже сказала, совсем немного. Эта маска, не пугайтесь, она такого какого-то интересного сине-зеленого цвета. Она очень необычно пахнет, честно говоря, мне запах ее вполне нравится. И она действительно наполняет ваши волосы, она восстанавливает ваши волосы. И кератин закрывает все эти чешуйки, подпитывает ваши волосы. Это на данный момент одна из моих любимых масок экстренного лечения, экстренного восстановления. Это мое со-спасение для волос. Это такая то, что я называю тяжелая артиллерия для моих волос. Если я понимаю, что мои волосы устали, если они чуть пересохли, если мне по каким-то причинам не нравится состояние моих волос, я, как правило, обращаюсь именно к этой маске, и она спасает мои волосы, восстанавливает их. Вся продукция компании DSD Deluxe, она пронумерована. В каждой позиции есть свой специальный номер. Вот в данном случае у этой маски номер 4.3. Я знаю, что в Dixie Dogs Deluxe действительно очень неплохая линейка различных продуктов. Некоторые из них я использовала, но на данный момент конкретно в этой марке у меня любимчиком является и остается вот эта маска, которую я, как правило, делаю и наношу на свои волосы раз в две недели, если все хорошо, и я очень-очень довольна остаюсь результатом. Еще одна проблема, которая у меня иногда возникает, это излишняя жирность моих корней. Как вы уже знаете, кожа у меня на лице жирная, и я так понимаю, что кожа на голове у меня тоже жирная. Периодически у меня возникает желание чуть более тщательно очистить кожу моей головы, либо провести какую-то процедуру для того, чтобы корни мои не так активно жирнились. Для этого на данный момент у меня есть две любимые позиции. Обе эти позиции из марки Free Limix, это итальянская марка, она также является профессиональной. Это вот такая вот Derma Pure Clay Mask, это специальная масочка, и это Derma Purifying Fluid. Давайте я сейчас коротко расскажу про каждую из этих позиций. Маска. Она в объеме 200 мл. Как она используется? После того, как вы нанесли шампунь, если я делаю какое-то лечение на волосы, лечение я наношу на волосы где-то отступая 10 см от корней и вниз, потому что я лечу длину, а в этот момент на свои корни, если я понимаю, что они у меня в последнее время достаточно активно жирнятся, я наношу вот эту вот маску, распределяю ее именно по росту волос. Эта маска наносится только на корни, ее не надо наносить на всю длину ваших волос, и оставляю минут на 10-15, после чего смываю и, собственно, укладываю волосы, так как я привыкла это делать. После использования данной маски вы ощутите разницу, и в течение какого-то определенного времени корни ваших волос будут значительно менее жирнятся, вы почувствуете, что кожа вашей головы стала чище, и какое-то такое, не знаю, ощущение легкости и свежести, что ли, появляется. Правда-правда. Вторая позиция этой же марки, Free Limix, это Dermapurifying Fluid. Это вот такая вот туба, объемом 150 мл, с носиком-дозатором, собственно, с помощью него вы наносите средство непосредственно на ваши волосы. Это средство наносится до мытья ваших волос шампунем. Его надо подержать 5-10 минут. Я, как правило, если понимаю, что мои волосы ожирнятся, и мне хочется более активно провести уход непосредственно за кожей моей головы, я наношу это средство на проборы, я, собственно, делаю прямой пробор основной, потом через каждый сантиметр-полтора я отделяю проборы, и аккуратно с помощью этого дозатора, собственно, наношу этот специальный состав на корни моих волос, пальцами распределяю, аккуратненько массирую. После этого я, как правило, завязываю свои волосы в пучок, и хожу 10-15 минут, после чего, опять же, обычным образом мою свои волосы. После применения флюида, так же, как и после применения маски, вы ощутите, что ваша кожа головы значительно более чистая, более того, вы ощутите такой холодок, покалывание, такой очень приятный мятно-ментоловый запах. Я периодически это делаю. Это не регулярный мой уход, это уход экстренный, это мой сос-уход. Если у меня появляется проблема, то я стараюсь ее решить. Также есть, у меня был, к сожалению, на данный момент закончился, и новый я пока что не купила, замечательное очищение для кожи головы от маски Label. Это японская марка, японская профессиональная марка косметики по уходу за волосами. Это специальный состав, который так же, как и флюид, собственно, наносится на корни ваших волос, вмассируется аккуратно пальчиками, дальше вы ждете 10-15 минут, и, собственно, моете голову так, как вы привыкли обычно мыть. В этот состав входят специальные кислоты, он отшелушивает, убирает омертвевшие клеточки с вашей кожи головы, и, собственно, помогает волосам расти здоровыми, помогает корням не жирниться, и помогает вам мыть голову несколько реже, чем вы привыкли это делать обычно. Я очень надеюсь, что хотя бы часть данной информации будет для вас полезной. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Если вам нравится, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии внизу, я на всех них обязательно отвечу. Смотрите мои видео, и до встречи, пока-пока!